Итак, совершенно неожиданно из чемоданчика я достал вот такие часы фирмы Восток. На них, значит, советский резидент, написано командирский, но внизу написано не сделано в СССР, а сделано в России. То есть это после 91-го года, даже ближе, наверное, к 95-му, вот такие вот часы выходили. Как бы новому чему-то еще хвастаться не было повода, а вот как бы старый вспомнить, почему бы не попользоваться старой символикой. Ну вот попользовались. У нас чего нарисовано? Тема танки. Танки на цифроватых часов сравнительно редкая штука. Есть такой знаменитый черный, значит, цифроватый там танчик. И вот такой вот мне еще попался. Так что скажем, нечастое явление, но тем не менее вот оно есть. Среди танкистов у меня, значит, двоюродный брат и несколько знакомых. Поскольку часы по теме танков, хотелось бы вспомнить потрясающий танковый дуэль, легендарный бой 1943 года, на который смотрели и немцы, и наши. Знаменитое противостояние двух танкистов было известно во время всей Второй мировой войны. Как только две машины сошлись в полевой дуэли, вся стрельба прекратилась. За состоянием наблюдали две противоборщие стороны. Так схлестнулись экипажи Александра Милюкова и немецкий танк «Пантеры», которые долго не могли пересечься для финального сражения. Наглость фашистского танкиста стала поводом к нападению. Немец каким-то образом вышел на рабочую чистоту советской армии и буквально вызвал на дуэль танк Милюкова. Он дерзко высказывался, что может закатать в грязь русский танк, потому что тот скорее похож на трактор из колхоза. В одиночном поединке будет видно, какой из танков лучше. Такого плевка в сторону Т-34 экипаж с поединенным Пенза не стал терпеть. Тем более, что фашистский танкист все это сказал на доходчивом русском языке. Он учился в свое время в СССР и знал многое о советской технике. И неплохо знал русский язык. И кое-кто из экипажа Т-34 даже узнал этого фрица. Он на своем танке демонстрировал особую тактику. В бою старался держаться во втором ряду и стрелял прицельно, прикрываясь первыми рядами. Неоднократно он наносил урон Пензе, особенно в неожиданные моменты, когда танки экипаж уцелили чудом, взяли на заметку такого маневренного немца. Фриц был раздосадован, что не уничтожил цель до конца. Вот и решил подразнить советских военных, чтобы добить совсем. Немецкая модель танка «Пантера» отличалась дальнобойностью и скоростью езды. Такая машина могла наносить удары с расстояния в пару километров. Если приблизиться на один километр, то точно Т-34 ноги бы не унес. При этом орудия советского танка на 76 мм не могли пробить броню «Пантеры». Но сильная злость на немца так вдохновила танкистов, что они сразу же решились на этот поединок. Конечно, покрыли его многими фигуральными выражениями, но эмоцией в сторону предстоял серьезный рискованный бой. Впереди был только один сценарий – либо победа над немцем, либо гибель. Потому что сходить с позиции без разрешения комбат был техчайшим нарушением с угрозой трибунала. В военное время на боевой линии просто так отправиться на дуэль было невозможно. Но в случае поражения немецких просто раздавит своими снарядами и прямая наводка ему в помощь. Милюков сделал ставку на скорость езды и оточенную маневрность Т-34. Он давно уже оптимизировал ходовую часть танка, имея опыт работы с механикой. К тому же местность вокруг на руку была русскому экипажу, овраги, ямы, колдобины. Чтобы добить «Пантеру», надо было подъехать на расстояние достаточно близкое, до 400 метров. И проехать до этой точки придется под шквальным огнем противника, который ждать не будет. Поэтому капитан экипажа решил взять управление на себя. Стоило советскому танку показаться в зоне видимости, сразу начались выстрелы из «Пантеры». Первые снаряды прошли совсем близко, но обошлось. Вдруг капитан резко сбросил скорость, как будто интуитивно почувствовал, что немец сейчас целится. И буквально за секунду до выхода снаряда из ствола Милюков рванул вперед. Потому немец и промазал. Ему не хватило доли секунды до попадания по цели. И вот в этот момент экипаж «Пенза» поверил, что шанс есть. К тому же рядовой Лукьянский сделал замеры времени между выстрелами немцам. Тот делал перезарядку за 12 секунд. Значит, есть люфты для маневра. Не дожидаясь третьего снаряда, Т-34 понесся вперед под отчет Лукьянского. Вот только дошли до 11 секунды, капитан снова сбросил разгон. Снаряд немца попал прямо перед ними. Опять немец немного не угадал, совсем чуть-чуть. Таким методом Милюков ввел танк вперед рывками. То замедляя ход до предела, то ускоряясь, то виляя по сторонам. За боем наблюдали войска по обе стороны фронта. Никто не стрелял, все хотели увидеть, чем кончится это эпичное противостояние. От финала зависело многое, вера в победу каждого из противников и дальнейшая стратегия. В итоге Т-34 приблизился довольно хорошо к немцу. В окуляре прицел уже стал таким большим, что фашист запаниковал. «Пантера» дала задний ход, но это был профессиональный отход. Немец не рисковал машиной, укрывал свои бока и передний борт. Ошибся он в один момент, когда при спуске холма слегка приподнял днище и была задрана пушка. Вот этого момента ждал оружейный командир Брагин, выстрелив в самое слабое место танка. «Пантера» моментально вспыхнула, водитель выскочить не смог. Как радовался и торжествовал, кричал от счастья экипаж Пенза, можно только предполагать. Но не могли пройти все, пока по рации не раздался серьезный голос комбата. Тот напомнил Милюков об уголовной ответственности. Позже экипаж узнал, что комбат, как и все военные, молча наблюдал за боем бинокль, не нарушая режим тишины. Малейшее слово, могло нарушить процесс и помешать нашим танкистам правильно действовать. Отсчитывать подопечного комбат начал только после победы и только один раз в жизни. На самом деле комбат был, конечно, довольно результатом этой авантюры. А экипаж Милюкова после этого вступил в бой с немецкой дивизией вместе с советскими войсками и поджег еще три «Тигра» и немало другой вражеской артиллерии. Ну, надо ли говорить, что Милюков, командир танка, ближе к окончанию войны, имел звание Герой Советского Союза. После войны работал на Одесской киностудии. И вот в 1983 году вышел военный художественный фильм «Экипаж машины боевой», снятый по сценарию Александра Милюкова. Вот к чьей биографии относится данный боевой эпизод этого видео. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...